шаббат шалом дорогие друзья с вами равен каплан и мы сегодня поговорим о недельной главе торы мишпатим закон в ней продолжается изложение заповеди которые всевышний дал муши чтобы тот объяснил их народу глава содержит пятьдесят три заповеди из 613 большинство из них касается взаимоотношений между людьми в книге вайкра раба есть такое высказывание дырых эритс кадма лет ура правильное отношение к людям предшествует торе именно это недельная глава дорогие друзья которая идет следом за главой и тро рассматривает отношения между людьми и тро извести нам тем что он регулирует правильное отношение между людьми и это последовательность намекает на то что над буквой закона стоят уважительные отношения между людьми с дарованием торы связаны два нееврея и тро тесть моши и руд моавитянка буквы за их имен составляют слово тара на иврите эти люди выстроили правильные отношения в своих семьях и тро был прекрасным тестем для маши руд была прекрасная невестка для наоми в этих отношениях была любовь поэтому все что связано с дарванием торы связано и с этими людьми шабот например мы читаем книгу руд как же нам достичь их высокого уровня спросите вы меня давайте попробуем разобраться начнем дорогие друзья с внимательного рассмотрения нашей недельной главы слова мишпатим означает законы судебные предписания а также утверждение действительно эта глава посвящена преимущественно законам из самых разных сфер человеческой жизни если в предыдущей главе мы стали народом торы услышав и увидев голос творца то в этой главе мы становимся народом торы в полной мере на этот раз нам предложено вступить в договор с творцом и мы скрепляем этот договор фразой на оси винишма будем делать и будем слушать или потом понимать на оси будем делать и оси я один из четырех способов творения нашей вселенной имеют один и тот же корень этот корень означает осуществление процесса с заданной целью пример оси шалом создавать гармонию из этого следует дорогие друзья что наш ответ будем делать тот что народ готов участвовать в процессах происходящих из синайского договора в качестве активной стороны проявляя даже инициативу нишма корень шма будем слушать не только слышать но и услышать быть готовыми приему информацию пророк шмуэль когда впервые понял что слышит голос творца сказал им дабер кишамея авдеха говори ибо твой раб то есть я слушает корень шма готов воспринимать информацию и так наш народ готов быть передающей стороной то есть передавать действия и параллельно быть принимающей стороной то есть принимать информацию кроме того происходит еще одно превращение понять во первых на оси производим действия во вторых нишма принимаем информацию есть работники например которые выполняют задание только тогда когда им приказывает у них нишма вызывают реакцию на оси а потом они возвращаются в естественное состояние покой мы же декларируем что действовать будем даже если нас ни о чем особо не просят напротив мы будем действовать так чтобы наши действия вызывали появление нового задания свыше потому что наше задание или митсва заповедь приближает нас к творцу наше естественное состояние это не покой дорогие друзья это работа именно это и есть смысл принятого нашего народа благословения баруха то а душе милю кейну мэля холям а ширки дышану бы митсвотов в цивану благословен тот кто сделал нас святыми дав нам свои заповеди поэтому свободный человек произносит по утрам формулу благословен ты не сделавших меня рабом рабы освобождены от некоторых заповедей и оттого не могут совершать все виды священной работы доступные свободным людям надо также упомянуть что невозможно было строить общество торы с нуля стартовой площадкой послужили те общественные отношения которые были приняты в то время когда тура была дарована когда бог на горе синай предложил нашему народу тору они не стали просить показать им что-нибудь для примера они не настаивали на том чтобы увидеть что-либо из предлагаемого своими глазами они не предложили принять тору на определенный испытательный срок это было бы расчетливым и практическим подходом к делу как описано в мидраше сначала всевышний предложил тору другим народом эйсаву амону муаву и ишмаэлю но те дали осторожный ответ подошли к этому предложению прагматически взвесив ценность торы в свете социальной культурной и экономической полезности наш ответ был на осевы нишма что означало мы решили принять на себя эти обязательства и приняв их постичь их разума это решение представляла собой порыв веры дорогие друзья интуитивное постижение истины и правды именно поэтому мудрецы приписывать столь большое значение данному ответу религиозный человек изначально отдает себя целиком исполнению двух безоговорочных обязательств и в обоих случаях такая отдача не поддается рациональному обоснованию своей личной жизни он обязуется подчинять себя дисциплине всехватывающих заповедей часть которых представляет собой хуким то есть такие которые невозможно объяснить или разумно обосновать остальные мишпатим которые имеют обоснование и которые в нашем современном мире очень видны однако тоже зачастую встречают сопротивление мы упрямо и преданно соблюдаем эти предписания вопреки снисходительному отношению окружающих и скрытым на смешках на смешках над нами над нашим образом жизни мы настаиваем на том что наше восприятие всевышнего как законоучителя самое правильное и на то что соблюдение заповеди очищает и возвышает нашу жизнь второе религиозное обязательство соблюдающего закон человека его обязательство перед исторической судьбой своего народа мы верим дорогие друзья несмотря на весь наш горький исторический опыт несмотря на катастрофические войны и враждебное отношение всего окружающего мира что мы не преклонно движемся божественному избавлению геула и хотя она может медлить в конце концов надежды нашего народа исполнится мы не поддаемся отчаянию и упорствуем своей и рациональной вере это те аспекты дорогие друзья которые внесли в свою жизнь и тро и руд изменив себя и мир вокруг себя и заслужив чтобы их имена вошли навсегда в историю нашего народа поэтому дорогие друзья мне очень хочется нам всем пожелать чтобы эти оба религиозных обязательства для нас были проявлением нашей веры выходящие за рамки логики и практических соображений и конечно же теплых и понимающих отношения в наших семьях и дружеских кругах другими словами наши проявления обещания на оси винишма браха ватслаха много сил будьте здоровы шаббат шалом ваш раввин каплан а